Сегодня у нас обзор очередного оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. Судя по всему, правительство Республики обрело второе дыхание и готово толочь воду в ступе новыми силами. В отличие от предыдущего совещания, на этом совещании было обширное вступление Хабирова, и было оно в основном посвящено экономике. Хабиров констатировал падение индекса промышленного производства в последние полгода на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Однако почему-то именно это падение он назвал оживлением нашей экономики. Ну и вообще складывается впечатление, что башкирские чиновники все больше и больше набираются навыком вслед за федеральными СМИ и за федеральными чиновниками, навыком о том, как гордиться замедлением падения, всевозможного падения. Дело в том, что в последние, пожалуй, уже 6 лет, кроме как падения в экономике и в политике, мы ничего не наблюдаем. И вот они потихонечку начали обучаться вот этой гордости за медленное, не ускоренное, не катастрофическое, например, как выражается Ленар Хакимовна, падение. Далее во своем вступлении Хабиров сделал и вовсе программное заявление. Он охарактеризовал в целом ситуацию в экономике республики очень важным и, пожалуй, что программным словосочетанием. Я вообще склонен считать, что вот это слово, этот лозунг, эта речевка теперь будет нашим новым символом и это придет на место алгии и всевозможных ее модификаций. Так вот, Хабиров охарактеризовал ситуацию в экономике Башкирии как «дай бог, потихонечку идем». Конец цитаты. Вот это «дай бог, потихонечку идем» оно, конечно, очень сильно похоже на всякие поздние хамитовские характеристики ситуации в башкирской экономике. Наверное, вот этот «дай бог» придет на смену Алге. Мне очень интересно, будут ли писать на автобусах Башавтотранса теперь, ну, какой-нибудь сокращенный вариант, просто, например, «дай бог». Вот было бы здорово, да? На картах можно на этих платежных написать «дай бог». Ну и так далее. То есть вариантов очень много. Я думаю, что сейчас креативному сектору администрации главы есть чем заняться. Они вот должны обыграть вот это вот «дай бог». В конце своего вступления Хабиров заговорил о смертности и заверил нас в том, что даже не имея сейчас данных о смертности по республике Башкортостан, он уверен о ее падении на 0,3%. Откуда это, уверенно, совершенно непонятно. Особенно на фоне того, что и Марзаев рассказывает о двойном росте смертности на дорогах в результате ПДД. И представители МЧС говорят о том, что утопления идут какими-то рекордными темпами. Да, и, в общем-то, условия пандемии, наверное, не способствуют тому, чтобы снижалась смертность. Реальная смертность, конечно же, растет, но Хабиров как заклинание повторяет то, что в Башкирии смертность снижается. В Башкирии смертность снижается. Выглядит это, конечно, все очень странно. Я уже говорил, что оперативка эта была необычной, и даже выбор первого вопроса, который, ну, как бы по смыслу, наверное, должен быть самым важным, оказался здесь очень необычным. Первым вышел выступать министр лесного хозяйства республики Башкортостан Шарафудинов Марат Искандарович, и выступал он на тему лесных пожаров. Действительно, в последние пару недель ситуация в Белорецке, Зилаире и еще парочке районов в тех краях, в горных лесных краях Башкирии, конечно, вызывает некое опасение. Действительно, там все дымится, горится, и даже из Уфы приглашали волонтеров помогать в тушении этих лесных пожаров. Собственно, о чем нам сообщил Марат Искандарович? Марат Искандарович сообщил, что за предыдущие недели произошло 604 возгорания, так называемых термоточки. Это возгорания в лесах, которые определяются со спутника, как зоны повышения температур, потом они уже идентифицируются, либо как локальное возгорание, либо как лесной пожар. По словам министра лесного хозяйства, из этих 604 термоточек, 104 были признаны лесными пожарами, которые охватили около 2000 гектаров. Ну, собственно, по словам министра лесного хозяйства, героически с этой ситуацией справились, но не до конца. И вот-вот скоро до конца уже справятся. Основной причиной вот этих вот интенсивных лесных пожаров в этом сезоне Марат Искандарович назвал сухие грозы, которые несколькими фронтами прошли вот по этим районам. Ну, собственно, ничего такого фантастического из ряда вон выходящего и необычайного, собственно, в этих пожарах нет. Но то ли нужно было огоньку прибавить в ситуацию в республике, то ли нужно было как-то сакцентировать внимание на каких-то абсолютно независящих ни от кого обстоятельствах. Ну, в общем, почему-то вот этот вопрос стал первым на оперативке. Делая вид, что пандемия COVID-19 уже не первостепенная проблема для республики, лишь на втором месте докладчиком на этом совещании стал Забилин Максим Васильевич, который доложил о ситуации с COVID-19. Максим Васильевич доложил нам цифры, которые окончательно подтверждают их абсолютную недостоверность, но, тем не менее, мы были обязаны их выслушать и проанализировать. Максим Васильевич констатировал 6348 зараженных всего по республике Башкортостан. Темпы прироста он оценил как 0,7%. На данный момент, по словам Забилина, в больницах в республике находится всего 226 больных COVID-19. То есть это даже меньше половины того нового инфекционного комплекса, который построен в Зубово. Как это коррелируется с многочисленными заявлениями, выступлениями и просто информациями о том, что больницы республики забиты под завязку и люди вынуждены ждать очереди госпитализации, лежа на газонах, например, около 6 больницы, вот совершенно непонятно. Забилин утверждает, 226 больных коронавирусом в республике Башкортостан сейчас находятся в больницах. Остальные лечатся дома. Дома, по его словам, лечатся 1467 человек. Кроме всего прочего, господин Забилин, по его словам, теперь мне придется всегда делать сноску по его словам, потому что его слова все меньше и меньше чего-то стоят. Так вот, он заявляет о том, что он уже диагностировал практически каждого восьмого жителя республики Башкортостан. То есть, тесты ПЦР он произвел у 480 тысяч человек. Далее Максим Васильевич зачем-то нам рассказал о том, что бригада медиков, лучших медиков из Башкортостана, в количестве 55 человек, отправляются на помощь Братской Киргизии. Ну, конечно, ведь у нас ни Зилаирский, ни Белебеевский, ни прочие районы республики Башкортостан вовсе не нуждаются в усилении медицинской помощи. У нас все везде прекрасно и везде замечательно. В каждом фельдшерском пункте, в каждой районной больнице полный комплект лучших врачей. И теперь мы можем с чистой совестью и с облегчением отправить 55 лучших представителей медицинских профессий в Братскую Киргизию. Комментировал доклад Забелина Хабиров уже привычно абстрактными, обтекаемыми формулировками. Он опять сообщил нам о том, что коронавирус никуда не ушел. Из подробностей Хабиров упомянул, что в училинском психоневрологическом диспансере была вспышка, с которой никак не справилась и которую проворонила госпожа Иванова, и теперь с этой вспышкой борются. Помните, да, как Хабиров заклинал ее навести порядок в этих социальных учреждениях, чтобы не было вспышек и уже вот вторая или третья крупная вспышка заражаемости в этом социальном учреждении. Хабиров сказал, что нужно вернуться к масочному режиму, по крайней мере на транспорте и в точках торговли, потому что прекращать этот масочный режим нельзя и так далее, и так далее. А также Радий Фаритович высказал свое беспокойство приближающимся первым сентября, когда все школьники должны отправиться в школы, когда начнутся всевозможные первые звонки и так далее. И вот как-то очень с сомнением он высказался о готовности к этому замечательному дню. В общем, Хабиров в противовес Забелину высказал некоторое количество обеспокоенности ходом развития вот этой пандемии. Третьим вопросом оперативного совещания был регулярный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Естественно, первым выступал Борис Владимирович Беляев, вернувшийся из краткосрочного отпуска загоревшим и отдохнувшим. Борис Беляев сообщил нам о том, что аварий у него нет, неплановых отключений ресурсов воды, света и газа у него тоже нет. А также Борис Владимирович доложил о том, что исключительно по поручению Радия Фаритовича усилена работа по дезинфекции городов и сел Республики Башкортостан. И за прошедшую неделю Борис Владимирович обработал 91 миллион квадратных метров поверхности. Вот тут, конечно, Борис Владимирович очередной раз пал жертвой тех людей, которые на самом деле пишут ему эти доклады. Дело в том, что на предыдущем совещании его заместитель, господин Палтусов, поведал нам об обработке 95 миллионов квадратных метров поверхности дезинфекции. В общем, конечно, усилить 91 миллионом, 95 миллионов никак не получается. Но, тем не менее, Борис Владимирович рапортует об усилении, потому что, ну а куда деваться, если Радий Фаритович поручил. Значит, усилим 91 миллионов, 95 миллионов. В общем, конечно, ужас, детсадовские ошибки. За это в начальной школе ставили тройки. Но вот Борис Владимирович, он такой, судя по всему, закоренелый троечник. А далее он заговорил о собираемости в области ЖКХ, собираемости платежей. Борис Владимирович очень доволен тем, что 97,2% жителей Республики Башкортостан платят за услуги жилищно-коммунального сектора регулярно. Цифры собираемости платежей за вывоз мусора в Башкирии, по словам Бориса Владимировича, несколько более скромные. 86,6% жителей Республики Башкортостан, по сведениям господина Беляева, регулярно оплачивают вывоз мусора. Комментируя вот эти высказывания Беляева, Хабиров произвел на свет совершенно неожиданный вывод. Честно говоря, я дважды переслушал то, что он сказал. Хабиров поблагодарил, во-первых, жителей за то, что они выдерживают платежную дисциплину. Высказался о том, что именно платежная дисциплина жителей не позволяет окончательно разрушить жилищно-коммунальную сферу Республики, вопреки, конечно же, действиям господина Беляева. А также Хабиров высказал вот эту фантастическую вещь. Он высказал предположение, что излишки платежей за ЖКХ возвращаются жителям в виде парков, дворов, подъездов и всякого прочего благоустройства. Извините, у меня сразу возникло несколько вопросов, а именно три вопроса на эту тему. Можно я их задам? Вдруг Радио Фаридовичу кто-нибудь через какой-нибудь инцидент менеджмент об этом расскажет. Так вот, первый вопрос. А можно сразу без излишков платить за ЖКХ? Сразу платить столько, сколько на самом деле нужно платить, а не чуть-чуть побольше, чтобы потом Борис Владимирович со своим весьма сомнительным образованием и способностями перераспределял эти деньги. Можно меньше тратить на содержание Бориса Владимировича и всей вот этой вот страшной огромной оравы, которая там вот отлично питается вокруг этого сектора. И третий вопрос. А можно вообще вычисление этих платежей сделать понятным и прозрачным, чтобы вот эти излишки не образовывались и не мучить потом наше любимое правительство мыслями и заботами о том, куда же деть эти излишки и как их творчески истратить на покраску заборов или каких-нибудь иных общественных пространств. В общем, конечно, вот эта поразительная мысль ради Хабирова о том, что они, оказывается, излишки платежей за ЖКХ направляют на наше же благо, вот она, конечно, меня исключительно как поразила. Резюмируя доклад Беляева, Хабиров, впрочем, отметил, что очень много негативных вопросов к ремонту подъездов, и Беляеву стоило бы обратить на это внимание. Содокладчиками Бориса Владимировича были традиционно Морзаев и Гумеров, и Морзаев сообщил нам о 100 дорожно-транспортных происшествиях за истекшую неделю, 117 пострадавших и 14 погибших за прошедшую неделю. Таким образом, мы получаем уже четвертую подряд неделю, когда количество погибших в ДТП вдвое превышает тот норматив, который установил Хабиров для этого ведомства. 203 человека в общей сумме погибло за весь 2020 год, то есть за 6,5 месяцев. 203 человека, с учетом того, что примерно 2,5 месяца люди почти не ходили по улицам, и смертность на дорогах была минимальной за счет вот этих вот карантинных мер, это, конечно, наводит на мысль о том, что показатель в 400 может быть и не достигнут, если дальше такими же темпами будет развиваться смертность на дорогах. Морзаев заявил о том, что за последний месяц удалось выявить 1177 случаев управления автотранспортными средствами нетрезвыми водителями. Это, конечно, очень хорошо, что усилия по контролю за пьяными водителями нарастают в республике Башкортостан, однако я все-таки остаюсь при своем мнении, что не только в этом причина вот этой возросшей смертности на дорогах, и господину Морзаеву стоит обратить пристальное внимание на случаи аварийности, которые связаны не с пьяными за рулем, а связаны с ненадлежащим состоянием дорожного полотна. Огромное количество ДТП происходит ввиду того, что люди не справляются с управлением, потому что дорога настолько разбита, что автомобиль уже не может ехать по прямой или по заданной траектории на этой дороге, и дорожное полотно является причиной ДТП и, соответственно, смертей на дорогах. Фарид Рихович Гумеров также не смог обнадежить руководство республики тем, чтобы у нас как-то улучшилось все с чрезвычайными ситуациями, а именно то, что за неделю произошло довольно много, больше обычного пожаров, 306, погибло в них 7 человек, но самое печальное, что за истекшую неделю 39 человек опять утонули в водоемах республики Башкортостан. Напомню, что на прошлой неделе это было рекордные 40 человек, на этой неделе 39, и эта цифра тоже не может не настораживать, конечно, это просто какая-то чудовищная статистика. Фарид Рихович уверил руководству республики в том, что он прилагает все усилия для того, чтобы сбить эту цифру, 3 тысячи рейдов по местам скопления купающихся произвело МЧС республики, в этих рейдах было задействовано 16 тысяч человек. Для пущей убедительности господин Гумеров даже показал замечательный ролик о том, как работники МЧС, возглавляемые Ириком Подними задницу с Агитовым, носятся по берегам рек и озер с мегафонами и увещевают граждан не тонуть и не бухать на берегах. Резюмировал апокалиптические доклады своих подчиненных Хабиров очень странным образом, судя по всему, ему все было божьей росой в этот раз, и сказал он дословно следующее, по пожарам все хорошо, действительно, куда уж лучше, по ДТП неплохо, любимая словечка Хамитова, ну то есть неплохо, это значит 600 человек погибнет, за год будет здорово, да, а вот по утопляемости рост идет, бороться надо, конец цитаты. Далее Хабиров попытался связать количество вот этих утонувших, рост этого количества, с наплывом людей к берегам водоемов и сказал совершенно абсурдную вещь, цитирую дословно, нагрузка на республику огромная, фактически полстраны у нас тут отдыхает, конец цитаты. Но тут я, в общем-то, даже вот онемел, услышав вот эту фразу, я не понимаю, как можно вот настолько произвольно использовать слова и понятия. Ради Фаридович, какие полстраны? Миллион двести отдыхающих, это полстраны? Это, ну, примерно 30% вообще живущих в Башкирии, на самом деле, а не в стране. О каких полстраны, говорил Ради Хабиров, совершенно непонятно. Сочи и Крым, наверное, очень обиделись вот на это выражение, но, тем не менее, вот так вот прозвучало. Следуя заведенной традиции докладывать на оперативке хотя бы об одном из нацпроектов, четвертым докладчиком был Муратов Рустам Хамитович, вице-премьер правительства и министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, и доклад его был о производительности труда и поддержке занятости. Вообще, если немножко отвлечься от конкретного доклада по конкретному нацпроекту, можно порассуждать о том, что вообще нацпроекты в Российской Федерации, которые сейчас как-то незаметно и постепенно переименовываются в наццели, это такое замечательное явление, которое на самом деле палка о двух концах для федерального правительства, потому что очевидно, что во многих регионах с этими нацпроектами категорически не справились, Башкирия здесь не исключение, например, нацпроект «Демография», нацпроект «Образование», они категорически провалены по многим параметрам в республике, и шансов исполнить их никаких нет, но Башкирия в этом смысле не особенно уникальна, есть еще и более отстающие регионы, и, судя по всему, в ближайшее время мы будем наблюдать такую интересную мимикрию и превращение этих нацпроектов в некие новые наццели, будут отложены, естественно, границы исполнения этих национальных целей, будет сделана хорошая мина при плохой игре, каким-то образом будут объяснять, почему же нацпроекты не выполнены, но в данном случае, возвращаясь к Муратову, я отмечу про себя, что здесь очень странный нацпроект, хотя бы по объемам финансирования, например, но об этом мы поговорим чуть позже, в первую очередь надо поговорить о том, насколько важен или не важен подобный нацпроект, и когда мы говорим о производительности труда в республике Башкортостан и в России в целом, мы должны понимать, что это на самом деле краеугольная проблема экономики всей страны, именно низкая производительность труда, низкая культура труда, низкая оснащенность производства современными средствами и способностями работников этих производств правильных использовать, именно в этом кроется неэффективность российской экономики. Вот здесь, конечно, надо отметить, что подобные малоприметные, малообсуждаемые нацпроекты на самом деле должны стать первыми. Весь этот идиотизм, многомиллиардные затраты и распил бабок, которым занимаются всякие Ивановы и прочие тетеньки, вот эти нацпроекты на самом деле надо бы прикрывать вообще. Что меня поразило в докладе Муратова, ну не то, что он, конечно, как и все прочие, пожалуй, что практически справился со своей задачей, а вот, например, цели и задачи. На 3,1% поднять производительность труда в 2020 году. Это немало. 3,3% в среднем по экономике, это, конечно, дает сразу большой эффект. Господин Муратов утверждает, что ему удалось уже на данный момент справиться с этой задачей аж на 70%. Ну, посмотрим. Цифры, конечно, будут не скоро, вероятнее всего, где-то в середине 2021 года, полная статистика по 2020 году, но стоит этого дождаться. Отрадно заметить, что финансирование вот этого нацпроекта происходит только адресно в рамках мероприятия по конкретным производствам. То есть, по сути, схема финансирования вот этого нацпроекта, конечно же, не позволяет вообще украсть денег. Вот это отрадно. Может быть, поэтому этот нацпроект так широко не обсуждается и как-то, значит, вообще не разжевывается в среде хотя бы правительства. Но больше всего меня поразил объем финансирования этого нацпроекта. Помните Бойцову, у которой там 1,4 миллиарда ушли там вообще непонятно куда в ее нацпроекте? Ну, просто непонятно куда, на какую-то там поддержку, на какое-то там, значит, поддувание воздуха сбоку и снизу и так далее. Так вот, общее финансирование проекта по росту производительности труда в Башкирии составляет 51 миллион рублей. И при этом господин Муратов утверждает, что он добился достаточно ощутимых и серьезных результатов вот на эту ничтожную сумму. Вот тут, конечно, либо нужно вникнуть и проверить. Если это так, то, ну, срочно нужно закрепить орден Салавата Юлаева господину Муратову спереди и сзади вообще. Потому что, ну, добиться серьезных результатов на столь ничтожную сумму Бойцову бы даже, наверное, глаза бы не открыло, если ей предложили там поработать за 51 миллион рублей общего финансирования проекта. Хабиров, в принципе, благосклонно воспринял доклад Муратова, сказал, что молодцы, это правильно. Но почему-то заговорил потом о другом. Вот приедешь на предприятие, сказал Хабиров дословно, сразу видно, если трава пострижена и входная группа есть, может, это и совпадение. Конец цитаты. Ну, в общем, я бы отнес это выражение, это высказание Хабирова к очередному рассеянному восприятию докладчиков вот в этот день на этой оперативке. Много Ради Фаритович говорил не в попад. Пятым докладчиком оперативного совещания был Фазрахманов Ильшат Илдусович. Доложил он о ходе подготовки техники к полевым работам и заготовке кормов. Но, честно сказать, доклад этот практически не содержал никаких серьезных данных и цифр, потому не буду вас утомлять долгим пересказом того, что сообщил нам Ильшат Ильдусович, и сокращу этот доклад до минимума. Если коротко, то Фазрахманов сообщил два противоречащих друг другу тезиса о том, что у него все замечательно и все плохо. Все замечательно у него, потому что он рекордным темпом заготавливает корма, сено и сенаж. Я, признаться, в этот раз решил все-таки поинтересоваться в Википедии, чем сенаж отличается от сена, и хотя бы вот этим обогатил свои знания о сельском хозяйстве. Ильшат Ильдусович сообщил, что с кормами у него все замечательно, а вот с урожайностью зерновых, судя по всему, все будет печально. Так как в предыдущих итерациях, в предыдущих докладах Фазрахманов рапортовал о том, что он готов добыть рекордные 4 миллиона тонн зерна, то теперь он вынужден признавать, что только 3,5 миллиона тонн ему удастся собрать в этом сезоне. Валит он на то, что жарко. Значит, ну у них же как, либо мокро, либо холодно, либо жарко. Значит, любая кондиция погоды, в общем, может стать препятствием для хорошего урожая. И Фазрахманов тут, конечно, не исключение. Он нам рассказал о новостях будущего, что в каком-нибудь 2024 году, в котором мы даже, наверное, не будем знать, где находится и в какой замечательной теплой стране проживает Фазрахманов, так вот в этом чудесном 2024 году он планирует собрать и вовсе 4,1 миллиона тонн, но вот в этом году получится только 3,5. Кстати говоря, обычно эти прогнозы не сбываются, и 3,5, наверное, все-таки превратятся фактически в 3, но тут уже включат, конечно, вот те самые знаменитые фазрахмановские приписки, и, видимо, вот будет 3,5. В целом, в общем, Ильшат Илдусович посетовал, что Баймакские, Училинские, Обзелиловские районы провалили заготовку кормов, но соседи будут помогать и бла-бла-бла. Шестым вопросом оперативного совещания был и вовсе какой-то абсурдный доклад об обеспечении безопасности аттракционов в Республике Башкортостан. Честно говоря, выслушав этот доклад, у меня сложилось впечатление, что Ильшат Тажетдинов уже начал потихонечку продавать билеты на эти мероприятия. Я имею в виду, что вот этот доклад носил некий характер заказного. И вот почему мне так показалось. Начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, есть такое замечательное ведомство, господин Галимов сделал доклад о том, что в Республике Башкортостан сейчас на данный момент простаивают 4151 аттракцион. Ну, вы знаете, да, что в связи с пандемией аттракционы в парках и всевозможных местах развлечений закрыты и запрещено им работать. Несмотря на то, что 90% аттракционов не идентифицированы по степени потенциального биомеханического риска, это целых 3800 этих аттракционов, и на них отсутствует документация, господин Галимов утверждает, что все эти аттракционы категорически готовы к работе. Более того, несмотря на отсутствие свидетельств и несмотря на то, что аттракционы не идентифицированы по биомеханической опасности, господину Галимову удалось их сертифицировать на 50%. Далее господин Галимов включил слезоточивый ролик о том, как работники этой сферы, а это целых 3000 человек, ну, в общем-то, умирают без денег и зарплаты, как сфера угасает, и собственники аттракционов вынуждены их кому-то там продавать, видимо, на металлолом. В общем и целом, конечно, весь этот доклад и последовавший за ним ролик, конечно же, производили впечатление того, что кто-то проплатил денег за это выступление, чтобы вызвать слезу у дорогого Ради Фаритовича и вызвать немедленную реакцию о том, чтобы разрешить открыть работу этих аттракционов. Ну, не знаю, так это или не так. Хабиров, в общем-то, почти никак не среагировал на это просительное выступление господина Галимова. Значит, Хабиров там сказал, что вы молодцы, что все сертифицируете, об остальном нужно подумать. И вот тут, конечно, я, собственно, поддерживаю Ради Фаритовича, потому что нам достаточно скопления народа на всевозможных несанкционированных фестивалях, которые проходят в пригородах городов и в пригороде Уфы, например, вот это вот замечательное явление, как под названием зеркала. Нам достаточно массовых скоплений людей на всех этих фонтанах журавлей, чтобы распространять COVID-19. И нам, наверное, не нужно, чтобы дети наши катались на этих карусельках, мало сертифицированных, и распространяли эту болезнь между собой. Завершающим докладом оперативное совещание был доклад Прочаковской Елены Анатольевны о работе системы инцидент-менеджмент за истекшие шесть месяцев года. Понимая, что необходимости в этом докладе не было никакой с точки зрения информирования правительства и населения, напрашивается вывод о том, что единственной целью и задачей этого доклада было сформулировать то, как руководство республики видит проблематику внутри республики. Не то, как на самом деле выглядит эта проблематика, а то, как им хотелось бы видеть ее и как ее хотелось бы представлять нам. Во-первых, в строках своего доклада, надо сказать, обширного, бестолкового и весьма многословного, Елена Анатольевна заявила о том, что за все время существования ее и вот этой системы в республике она обработала 124 тысячи инцидентов, ну, то есть обращения граждан с какими-то проблемами. То есть госпожа Прочаковская утверждает, что за почти два года только 3% населения в республике Башкортостан высказало хоть какое-то недовольство или сформулировало какие-то проблемы в социальных сетях и в прочих каналах связи. В месяц Елена Анатольевна не спеша обрабатывает примерно 6 тысяч обращений, то есть примерно, ну, где-то от 130 до 196 обращений в день. Это очень немного. На самом деле, имея тот аппарат, который она имеет, и то целое управление, которое было специально создано для нее, а для нее было создано управление социальной коммуникацией, в общем-то, это не составляет особого труда. Однако тот надрыв и слезы в голосе, которые бесконечно звучали в докладе у Елены Анатольевны, конечно, навевает мысли об ином. Она тщательно делала вид, что работает она на износ день и ночь, значит, не выпуская смартфона из рук, ну, в общем, конечно, всячески доказывала нужность себя дорогой республике, народу и не напрасность тех колоссальных затрат, которые мы несем на содержание и Елены Анатольевны лично, и ее достаточно обширного аппарата. Основной задачей самой Прочаковской и вот этой системы инцидент-менеджмент, конечно же, является создание благостного образа власти Республики Башкортостан и иллюзии спокойствия населения. В частности, госпожа Прочаковская заявила, что в первом полугодии 2020 года количество обращений снизилось вообще на 24%. Понимаете, да? Мы на четверть стали жить спокойнее, и люди просто не то чтобы даже не пишут власти, а даже в соцсетях, по мнению Прочаковской, недовольства не высказывают. Ну, еще бы. Конечно же, первая же часть, первая половина 2020 года была необычайно спокойной, да ведь? Необычайно благостной, удачной, экономически благополучной. Что тут волноваться? Что тут вообще высказывать какие-то проблемы? У нас строятся мосты, налаживаются дороги, у нас все прекрасно с медициной, образованием, социальным обеспечением и так далее. Ну вот, по крайней мере, так утверждает госпожа Прочаковская. По словам госпожи Прочаковской, проблемы с медицинским обеспечением волнуют менее чем 10% населения. А ковид и вовсе волнует менее чем 7% населения. Ну, собственно, о чем здесь говорить, но нужно слушать дальше. По утверждению госпожи Прочаковской, тема номер один – это дороги. Ну, понятно, да, у нас всегда была тема номер один – это дураки и дороги, но госпожа Прочаковская дураков, видимо, здесь опустила, дабы не вылететь с работы. Транспортные проблемы и вовсе, по мнению Елены Анатольевны, беспокоят менее чем 5% населения. Чем на самом деле обеспокоено население, так и непонятно. Но, видимо, по утверждению Прочаковской, только дорогами. То есть мы просыпаемся с утра и думаем, что, блин, как же там с дорогами-то? Чтобы понять природу абсурдности заявлений Елены Анатольевны, нужно понять главное, что она декларирует в своей деятельности. Понятие социальной коммуникации для госпожи Прочаковской сводится к работе с жалобами. Она несколько раз об этом сказала, ну, или оговорилась, или это какое-то там, значит, подсознательное высказывание. Она все время говорила «социальные коммуникации и работа с жалобами». «Социальные коммуникации и работа с жалобами». Елена Анатольевна, конечно, продукт, ну, такой весьма печальный и достаточно скучный продукт прошлого. Это комсомольская богиня образца, там, какого-нибудь 75-го года. Она, конечно, никогда не научится пониманию того, что социальные коммуникации – это несколько более сложная и совершенно иная вещь, нежели чем просто работа с жалобами. Но, тем не менее, вот эти вот несносные жалобщики, которых нещадно банит госпожа Прочаковская в этом инцидент-менеджменте, они, конечно, не дают ей покоя, но, надо сказать, что за истекшие два года она вполне себе удачно справилась со своей задачей. Практически все люди, которые высказывали хоть сколько-нибудь конструктивное недовольство ситуации и процессам, которые идут в республике, были благополучно забанены в этом инцидент-менеджменте. Люди, которые готовы и хотят высказать претензии к власти, сделать этого не могут. И по результатам оценки работы госпожи Прочаковской, и, собственно, оценку делает она сама себе, она вот делает вот подобные странные и, на мой взгляд, абсолютно абсурдные выводы. Оценив и отритинговав степень участия районов и городов в той деятельности, которую сама себе придумала госпожа Прочаковская, она также оценила и деятельность ведомств. Вот тут было вообще смешно. По словам Елены Анатольевны, жители республики весьма и очень сильно озабочены не удовлетворены работой в области внешнеэкономических связей и инвестиционной политики. Вот днем и ночью, видимо, стучат по клавиатурам жители республики Башкортостан, силец донести Елене Анатольевне о том, как сильно их беспокоят проблемы внешнеэкономических связей республики Башкортостан. Все остальное прекрасно. Ну, совершенно непонятно, на какой планете живет Елена Анатольевна, но, с другой стороны, очень понятно, какие колоссальные ресурсы выкачивает из республики Елена Анатольевна, как замечательно ей живется, хотя бы по сравнению с тем, как она жила там в своем вот этом вот унылом Подмосковье. Там-то приходилось питаться подножным кормом, а здесь ей, как говорится, манна небесная с неба свалилась. И на самом деле это заявление не голословно, потому что далее в своем докладе госпожа Прочаковская перешла к достижениям самопиара. Она сообщила нам о колоссальном количестве телевизионных передач, статей в изданиях и прочих продуктах, которые она изготовила, выславляя саму себя. То есть она рассказала нам о том, как здорово она пиарит на башкирском телевидении и башкирских СМИ деятельность Елены Анатольевны Прочаковской. И те слухи, которые доходят из телецентра о том, что Елена Анатольевна весьма плотно присела на 600-миллионный бюджет БСТ, они, конечно, обретают под собой всякую основу. Дело в том, что многократные и многочисленные рассказы о том, как интенсивно, напористо и результативно в кавычках Елена Анатольевна пилят вместе с господином Мурзагуловым бюджет БСТ, они, конечно, все более и более становятся реальными. Завершая свой доклад, Елена Анатольевна и вовсе влилась в тесные ряды местной и национальной элиты, утратила чувство русского языка и сообщила, что, цитирую, тренд, который вы нам поставили, обращаясь к радио Фаритовичу, сказала Елена Анатольевна, мы выполнили. В целом, делая свой доклад, госпожа Прочаковская, конечно, задачу выполнила. Она должна была намекнуть Хабирову публично о том, что главное в республике, а Хабиров должен это подхватить. Собственно, так и случилось. Сказав о том, что Елена Анатольевна проделала большую и нужную работу, Хабиров сразу заговорил о дорогах. Цитирую. Дороги – это главное. И следующий год будет объявлен годом дорог. Только не объявляйте его, что это я объявил годом дорог. Просто объявите его годом дорог. Как-то так запутанно сказал Хабиров. Также он с радостью отметил, что год назад здравоохранение было на первом месте среди жалоб жителей. Все вот эти бесконечные жалобы. А сейчас здравоохранение всего лишь на пятом месте. То есть Радий Фаридович сообщил нам о том, что проблема со здравоохранением в республике Башкортостан решена. Она решена в Белебее. Она решена в Архангельском районе. Она решена на том самом газоне 6-й больнице, где лежат больные в очереди на госпитализацию. В общем, готовьте бюджет под дорожную тему, сказал Радий Фаридович. Завершая оперативное совещание, Радий Хабиров сделал строгое и настойчивое назидание господину Беляеву. Он потребовал, чтобы Беляев вдохнул жизнь в парке, потому что асфальт, бетон и фонтаны это еще не все. Срочно свяжитесь с Капковым и он вас научит. У него есть опыт. Судя по всему, потребность Башкортостана в присутствии господина Капкова настолько острая, что Хабиров несколько раз переспросил, когда же случится вот это совещание, на которое будет приглашен Беляевым Капков. Судя по всему, в Башкортостане что-то такое экстренное происходит, без чего господин Капков, вот этот знаменитый распильщик московского бюджета по благоустройству. Просто Башкортостан не может без него обойтись. В общем, Хабиров как тот прям настойчиво, пофамильно и с датами потребовала явки Капкова сюда, к нам в Башкирию. Ну, не знаю, с чем было связано, но Беляеву придется вдохнуть жизнь в парке. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...